Текст, что у нас тут имеется? Аккаунт 63 уровня за 300 рублей, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Покупаем данный аккаунт. Аккаунт успешно куплен, проходит проверка, и пока она проходит, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Так, всё, аккаунт был куплен, давайте подтверждаем его покупку. Копируем его логин, ну а также прекрасный пароль. Залетаем на серию. Вставляем пароль от данного аккаунта, ну и давайте заходим. Так, ух ты, я появился в доме, у меня на аккаунте 24 миллиона, что довольно-таки неплохо. Так, пробиваем команду хаос, мои дома. Так, номер 1066. Обалдеть, это реально мой дом. А, это квартира, но она по идее ничего такого особого не стоит, максимум 0,5. Неплохой такой на самом деле интерьер, если посмотреть. Давайте выходим. Вот я вышел на улицу, ну слушайте, район в принципе очень хороший. Условно вот говорят, центр карты, жить в таком месте это на самом деле полный шик. Вот какая-то вот тачка, а ну-ка давайте посмотрим, пробиваем карс. Volkswagen Passat, это ещё и наша тачка, ё-моё, довольно-таки удобно. Пока что аккаунт мне очень нравится, есть вот своя хата, неплохая довольно-таки тачка и просто кучу бабок. Пробиваем давайте статс, посмотрим, что данный аккаунт из себя представляет. В текущей состоянии ещё 10 донат рублей, аккаунт 63 уровня, обалдеть. Чтобы прокачать такой огромный уровень, нужно играть ну очень много, но минимум платворно прям несколько месяцев. Также вот ещё очень неплохо у нас есть титан випка, стоит 1200 донат монет, работа механик, есть супруга. Один вот этого домик, улучшение на владении четырьмыми домами, очень на самом деле кайфовое улучшение. Если у вас на этом проекте есть три квартиры, условно, да, вот вы купите какие-нибудь самые бомжатские, вы можете приезжать каждый день в банк и получать там ларецы олигарха. Данный ларец спокойно барыги покупает по потратеру 2 миллиона. Нормально такая на самом деле лайба у нас. Более в принципе у нас ничего на аккаунте такого интересного нету, но слушайте, за 300 рублей я думаю довольно-таки неплохо. Куча бабок, дом, тачка, випка, различные улучшения, давайте ещё заглянем в инвентарь. Ух ты, инвентарь у нас тоже довольно-таки не пустой. Давайте посмотрим, это у нас предмет бронза, 43 штуки. Ух ты, ничего себе у него номера. Интересно, сколько такие стоят. Есть аксессуар, переносная лавка, тоже довольно-таки неплохо, позволит заниматься торговлей. Различные какие-то непонятные ресурсы, вот ещё номера. Рак 777, обалдеть. Есть вот какая-то вот маска Канеки, ну для анимешников, может быть, скажем, будет самое то. С222ВХ, капец, конечно, номера у него довольно-таки солидные. Вот у него ещё есть также аксессуары, рулетки, различные ресурсы, что это у нас такое? Серебро. Я думаю, если этого продавать всё на странном рынке, то можно залутать довольно-таки немаленьких денег. Различные объекты для установки дома. Аксессуары на аккаунте, в принципе, тоже имеются. Нет, на самом деле очень круто. Аккаунт прям порадовал. Пробиваем давайте скилл, что у нас здесь. Прокачан дигл, самое необходимое, ну а также вот снайперская винтовка. Мускулатура, всё прокачано на 100%. Может, вот, скажем, воевать. Себя в обиду не дадим. Аксессуар, клатч, динозаврик. Это что такое? Ух ты, тоже прикольно. Набор какого-то лютого анимешника. Еду сейчас к самому ужасному месту, которое только может быть. Так, это у нас что? Всё верно, мы прибыли в казино. Закупаемся давайте фишками. 20 мюнов оставил наличкой. А ну-ка, давайте сейчас сыграем. Ну, пока что не выпала полная херня, давайте бросаем, во! Ааа, ааа. Указываем давайте сами ставку, все деньги, которые у меня остались. Во, присоединяются. Играет три человека. Ну что, давайте пробуем. Сумма выигрыша 55 миллионов. Либо мы сейчас всё просрём, либо заберём весь куш. Капец, мы восьмёрка выпала. Да, наш ход. Ну что ж. Была, не была. Бам! Девятка! Ну-ка, барон, давай-ка. Восьмёрка. Е, мы выиграли 55 миллионов. Обалдеть. Офигеть! Плюс 52 миллиона, всё. Я знаю, когда надо остановиться. Давайте отсюда валим. Гля, бегут, бегут за мной. У меня ещё, по идее, вот остались фишки. 36 тысяч штук. Пускай вот тоже будут. Так, что ты за мной бежишь? Скай! Накинь пж, я в голосовой чат болел. Прими трейд. Я не нуждался в болельщиках. У меня ДР просто. Пожалуйста. Мне на машину. Да ладно, вон, бери. Чё, мне не жалко. Бивай! Я 99% уверен в том, что он сейчас пойдёт в казино и все деньги просто просрёт. Ниакую машину он покупать не будет. Вон, ещё один бежит в упрошайка. Давайте быстро валим. Ух ты, аккаунт 55 уровня. Внимание, за 14 рублей. Ну-ка, давайте глянем. Прошлый аккаунт меня очень порадовал. Давайте посмотрим, что нас теперь ждёт. Покупку аккаунта мы подтвердили. Вставляем ему никнейм, но также копируем его пароль. Так, на аккаунт я зашёл, но здесь тюряга 35 тысяч секунд. Да, обалдеть. Это почти 10 реальных часов пребывания в этой тюрьме. В принципе, если оставить этот аккаунт ОФК на целый день, то с тюрьмы этой выйти можно. Пробиваем давайте статс, ну и смотрим. Да, как и было обещано, аккаунт 55 уровня. Да ещё есть Титан Випка. Обалдеть, неплохо. Денег практически на аккаунте нету, да и не стоило их за такую цену ожидать. Неплохая, кстати, сим-карта. 23422222. Работа без работы, никаких улучшений на аккаунте нету. Дома, автомобилей, бизнесов, соответственно, тоже их бы нету. Заходим давайте в инвентарь. Типичный набор гангстера. Куча всяких конфет, аптечек, бронежилетов. Это у нас маски. Также вот есть шприц, чисто вот набор, так скажем, бойца. Драться он, в принципе, может, сила прокачана. А вот в плане стрельбы дела у него плохи. На аккаунте также есть пару скинов. Вот такая вот шляпка. Ну, в принципе, за 14 рублей довольно-таки неплохо. С таким-то огромным уровнем, ну а также Титан Випкой. Ничего себе, аккаунт 83-го левела. И что также забавно, всего лишь за 83 рубля. Ну, давайте посмотрим. Покупаем данный аккаунт. Копируем его логин, а также пароль. Так, мы появились в каком-то здании. Какая-то вот заброшка. Это, судя по всему, какая-то банда. Какой-то криминальный уголок. Ну-ка, давайте отсюда выходить. Так, вот выход на улицу. Давайте погнали. Как и было заверено, аккаунт 83-го уровня. Капец, это же сколько надо играть. Это минимум либо пол, да может быть даже год интенсивной игры. Чтобы прокачать такой огромный уровень. Также вот есть Титан Випка. Суммарно около 1 миллиона рублей. И более, я так посмотрел, на аккаунте ничего такого интересного нет. Улучшений также никаких нет. Так, заходим в инвентарь. У нас здесь просто куча различных номеров. Которые особо из себя ничего такого интересного не представляют. Единственное, вот только вот есть 8 бронзовых рулеток. Как и с прошлым аккаунтом, данный аккаунт ценен только за то, что тут огромный уровень. Но также Титан Випка. Скиллы на аккаунте также не прокачаны. Так, еще один аккаунт 50-го уровня. 13 миллионов вирт, примерно стоимость всего имущества. Включая данные твердые тачки. 295 рублей. Мне кажется, это довольно-таки дорого. Но все равно давайте попробуем. Может быть здесь есть что-нибудь секретное и очень прикольное. Так, все, проверку прошло, подтверждаем. Ух ты, даже рек данные дал неплохо. Копируем его никнейм. Вставляем давайте пароль. Но надеюсь, аккаунт себя оправдает. Ух ты, что это за лесная просто чунга-чанга. Какой-то учист своего рода масхала, довольно-таки прикольный. Не знаю, конечно, сколько такое особо стоит. На аккаунте у нас почти 5 миллионов рублей. Но в принципе для кого-то может быть выгодной неплохо. Дома у нас нету, живем мы на вокзале. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. 16 донат рублей, мужчина 50-го игрового уровня. Статус випки, даймон. К сожалению, титан випки здесь нету. Слабовато, слабовато за данные деньги пока что. Давайте посмотрим дальше. Номер телефона, ну, такой себе, пойдет. Работа водителя автобуса. Улучшения, ничего на аккаунте нету. Ни домов, ни бинусов, ничего. Ну, на самом деле, скудненько, скудненько. Давайте посмотрим, что у нас в интере. Так, здесь у нас различные ресурсы. Пивко, конфетки. Это у нас фишки для казино. Стейки и куча других полезных ресурсов. Дешевенькие скины, какие-то вот номера. Не знаю, стоят ли они, конечно, чего-то. СРУ 660. Ну, слабовато, слабовато. По скиллам на аккаунте также ничего не прокачано. Капец, что-то очень слабое. Продавец заверял нас то, что на аккаунте примерно 13 миллионов вирт. Неужели данный скин стоит около 8 миллионов? По крайней мере, потому, потому что у него на 3 вообще, то есть ничего нормального нету. Продаешь? Что? Скин. За сколько возьмешь? Сейчас давайте и посмотрим. Предложи. Ну, давайте, допустим, зная там. 9 КК. Ох ты, 8 лямов дойдет за этот скин. Ну, все, тогда претензий более нету. Ну, базару 0. Давайте я ему его сейчас продам. Даш померить с админом и фрапсом. Давай чисто на доверие. Ты же не обманешь? Нет. Клянусь. Я возьму скин на 1 минуту. Померить, потом верну. Ну, давайте посмотрим, как он его будет мерить. Передаем данный скин. Все. Он что-то бегает. Примеряется. Взглянул на часы. Так, кидает нам трейд. Отдает нам скин. Все, скин он вернул. Не. Я еще посмотрю. Ну, давай. Удачи. Сори, что время отнял. Давайте мы чисто лямчик накинем. Удачи. Оу, душевно. А вообще, парни, на будущее всем свет никогда в жизни не давайте ничего вперед. Вот так вот померить, поддержать и так далее. Потому что если вас обманут, вам уже никто ничего возвращать не будет. Ни администратора, ни кто другой. Даже если вы правы. В данном видеоролике мы с вами купили аккаунты более 50 уровня. И оценили, что они из себя представляют. На протяжении данного ролика мы с вами увидели, как хороший аккаунт, так и не очень. Также мы увидели аккаунты за очень низкую цену с просто, капец таким, огромным уровнем. И да, ребята, напоминаю всем вам, то, что покупать аккаунты строго запрещено. Все аккаунты, которые я ранее купил, я уже передал администратору, чтобы их заблокировали. Поэтому подобное не повторяйте. На этом, парни, данный ролик подошел к концу. Всем желаю удачи.